Свои как бы, свой стиль, свой неповторимый шарм, элегантность. Все ароматы пеге, которые мы будем рассматривать сейчас. Первый аромат где-то в 45-м году появился. В 48-м. Вот, то есть ароматы, которые в принципе, что бы вы ни показали, какой бы аромат вы ни показали, хотя сейчас, помимо основной коллекции, появились еще очень много новинок, новых ароматов. Но это обязательно концентраты. Это ароматы, которые по стойкости, я не знаю, конкурировать с ними тяжело. Ароматы в основном все абсолютно в парфюмированной воде. И сейчас они появились в духах. Некоторые ароматы появились, такие как Бандит Виза. Фрака есть? То есть духи идут в спреи. И сплэш. Вот, и сплэш, да? Ну, у нас появился спрей. И для тела, по-моему, еще уход. И уход, потрясающий уход, да, гели для душа, лосьоны для тела. Руби, они создали тренинг, наконец-то они с нами поделились. Я хочу вам показать маленький кусочек тренинга. Мы его не перевели, сейчас я вам так вкратце его переведу. Покажем маленький кусочек, мы подготовим видео, мы над этим работаем. Просто не очень интенсивно, не так интенсивно, как хотелось бы. То есть это тренер «Дома Пеке». Субтитры создавал DimaTorzok Это тренер, международный тренер Роберт Пеке. Я бы хотел вас позвольте к этому тренингу, который мы создавали для вашей информации о бренде. Как бы лучше работать с некоторыми способностями, которые мы создавали. Этот тренинг они сделали как тренинг первого приближения к ароматам. То есть, что за ароматы, о чем они хотели сказать, когда их создавали. Вкратце они сейчас, ну, не коснутся этих ароматов. И, возможно, я бы хотел бы поделиться с тем, что мы создавали с тем, что мы создавали. То есть он расскажет об ароматах, которые они создали, и об истории, которая была предысторией к тому, чтобы эти ароматы были создавали. И также будем говорить, почему марка настолько значима на нишевом рынке сегодня. И что это мы мечтали. Роберт Пеке родился в Швейцарии. В банковской семье. И он уехал в 25 лет, и уехал в Париж для того, чтобы учиться в фэшн. То есть для выхода в такой семьи это совершенно не свойственно. Это был скандал. Скандал очень яркий. В 1933, он построил свой ателье в конце Шанс-Элизе. И за 20 лет, в то время, когда он работал в этом ателье, он был ответственным для, действительно, поставить очень важный марк в мире фэшн. Через некоторое время, через 10 лет или через 5 лет, он создал свое собственное ателье, которое 20 лет было ателье высокой моды в Париже, основным ателье. То есть если кто-то был в Париже, помните круг Елисейских полей, да? Вот там находился дом Пеке 20 лет. Это говорит очень много. Он говорит о том, что многие из нынешних дизайнеров, которые сегодня задают нам темп моды, были учениками в России. Кристиан Диорк, Юбик Шепоншин, Кен Бабаман. Мы сегодня говорим о том, что если бы не было Роберта Пиге, не было бы тех домов моды. То есть он был первым, он был их наставник. То есть они, научаясь у него, проводили уже его идеи дальше в своей домов моду. Но в какой-то момент он захотел создавать парфюмию. Он, конечно, был сконцентрирован на фэшене, и он учил своих дизайнеров, как работать с камнями и силуэтами. Но в какой-то момент он захотел создавать парфюмию. Это был важный экспрессив, который он чувствовал. В 1944 году он начался работать с парфюмией, который был виноват на фэшене. В 1945 году он начал сотрудничать с дамой Жерман Селия, которая в тот момент была парфюмером очень провокационно и очень известной. И в 1944 году он создал Бандиевик, который был первым... В 1945 году он создал парфюм, который, в общем-то, произвел революцию. Он начал скатить по-вотамбле, по-вотамбле, по-вотамбле. Мы будем говорить о параметах, там Майя больше расскажет о них. О тренингах мы выложим. Мы обещаем. Итак, у Робера Пеге есть своя душа у марки, которую они подают. Это два легендарных аромата, которые вошли в историю. 100 легендарных ароматов. Из 100 легендарных ароматов два именно Робера Пеге. Это Бандит и Фрака. Один аромат был создан в 1944-1945 году. Это послевоенное время. Робер Пеге выпускает коллекцию кожаных вещей. И именно под эту коллекцию он создает аромат Бандит. Аромат был посвящен немецким женщинам. В свое время его очень любила Марлен Дитрих, один из ее любимых ароматов. Но прославила этот аромат у нас Майя Плесецкая. Это ее любимый аромат. Она пользовалась ему всю жизнь. То есть не изменяла. В какой-то момент она изменила фарфан? Как? Не может быть. Откуда такая история? Не изменяла. Сказала же нет никогда. Тем более на такое резкое другое направление. Не знаю в каком году. Надо уточнить. Робер Пеге не изменила. Не изменила. Он просто кожаный шипр и букет белых цветов. Это два разных абсолютно. Не знаю как так можно изменить. Точно? Точно? Изменила? Надо уточнить. Хорошо. Вот. И когда он создал эту коллекцию кожаных изделий, то манекенщицы дефилировали, у них лица были закрыты платками, ну как бы масками, а в руках были пистолеты и кинжалы. То есть такое шокирующее дефиле. И был представлен аромат бандит. Ну на то время это был шок, потому что аромат очень наглый, очень сильный. И он принадлежит именно женщине с характером. То есть роковой женщине можно сказать. И причем пистолеты, кинжалы, кожа. То есть смысл аромата в том, что красота такой женщины и ее вот именно такая роковая позиция может убить и ранить лучше и быстрее, чем нож и пистолет. Поэтому все очень как бы, все очень свершилось успешно, завершилось успешно. И этот аромат по сегодняшний день является душой марки. Вот вместе с фрака. Они абсолютно разные. Это два абсолютно разных полюса. Но его любят, его хотят, его постоянно. У нас лично покупают. Основным его ярко выраженными компонентами являются дубовый мох и кожа. То есть этот кожаный шипр. Помимо дубового мха и кожи присутствуют ноты иланг-иланга, жасмина, ветивера и пачули. Но вот первые духи, которые выпустил Рубар Пеге, это было очень-очень много кожи и очень-очень много дубового мха. Они практически доминировали над всеми остальными ингредиентами. Значит, бандит. Он представлен в парфюме, концентрации духов, парфюмированной воды. И банная линия. Это гель для душа сияющий, великолепного качества. И потрясающий лосьон для тела. Для тех, кто хочет сэкономить на духах, можно предложить парфюмированную воду наслоить на именно лосьон. Потому что банная линия, это, в принципе, для таких марок. Вот если стоит линия Пеге, ну, к примеру, ну, не только Пеге, ну, любая нишевая линия, для того, чтобы создать долгоиграющий шлейф, чтобы, ну, когда человеку не хватает звучания и он хочет, ну, как купаться в этом звучании. То есть такое понятие, как бы, такого объемного шлейфа. К сожалению, с помощью одного парфюма не создастся такой эффект. Его надо наслаивать банной линией. То есть, в чем, два слова, пока буду распылять бандит, в чем плюс банной линии. Дело в том, что это легко проверить на клиенте. Если у вас будет тестер лосьона для тела, вот, вы просто предложите клиенту на тыльную сторону, вот, нанести аромат. Сначала нанести лосьон, брызните аромат, а на вторую руку нанесите просто аромат. И отпустите его на два часа погулять. Он вернется и купит аромат с лосьоном. Это уже проверенный вариант. Потому что банная линия, она не имеет базовых нот, к сожалению, там больше идет на уход. Но усилены ноты сердца и верхняя нота. А в парфюме, как бы, больше акцент идет на шлейф, на базовую ноту. Когда соединяется лосьон и аромат, удваиваются верхние и средние ноты. То есть, база и так сама по себе очень мощная. Но когда мы удваиваем среднюю ноту и верхнюю ноту, то получается, шлейф увеличится в полтора раза и звучание более объемное. Бандит любят, обожают. О стойкости даже тут спора нет. Буквально пару капель и шлейф будет великолепный. То есть, опять-таки, для женщин с характером, для женщин, которые имеют претензию на индивидуальность, на какое-то свое личное восприятие мира. И, опять-таки, характер... В общем, не для томных дам, а более для таких решительных и властных. Многие думают, что бандиты это мужской аромат или хотя бы унисекс. Надеются. Нет. Это только женский аромат. Надеются. У нас... А может... Ну, бандит же написано. Ну, может, как-то это самое. Я говорю, нет. Купить? Купить? Ну, там... Покупают, да? Ну, как бы... Ну, у меня был недавно клиент, восторгался Багари ароматом. Говорит, такой роскошный купил. Я говорю, а кто вам его продал? Ну, не знаю, у вас кто-то. Ну, три года назад. Я говорю, дело в том, что это женский аромат. О, да. Он какой-то женский был. Вот он как-то так... А он запудривается в шлейфе Багари. И очень красиво, да. Он таким обволакивающим действием. Но очень доволен был. Не уловил женского начала. Следующий аромат, это аромат, который у дома Пеге... Как-то растаяло так. Является визитной карточкой. Вот. Мало того, что он легендарный, он является визитной карточкой. И обычно, если ставить со шкафта, фрака стоит на уровне глаз, со всей банной линией. Потому что он должен всегда стоять по центру. Ну, это любимый аромат Мадонны. Это любимый аромат всей английской королевской знати. То есть, из дома фрака англичане просто его тоннами покупают. У них тоже есть выражение. Быть в настроении фрака. Да. То есть, они говорят, что это не аромат, это состояние. Состояние. Мой фрака. То есть, как бы... Вот. Позиционируется он как исповедь туберозы. Здесь, помимо туберозы, ну, тубероза, вы знаете, является цветком порока и соблазна. Это, как бы, очень такой, очень мощный компонент цветочный. И это не роза, а именно цветок из семейства лилейных. Он ближе к лилии, ну, позвучайнее, чем к розе туберозы. И он обладает гипотетическим таким завораживающим действием. Но обычно тубероза сама по себе, ну, как бы, вот... Она обычно с чем-то, то есть, не ярко выражена. Она обычно с чем-то обыгрывается. Вот здесь, в ноте сердца, мы видим три нобелевских именно цветка. Это тубероза, само собой, жасмин и гордени. Вот. То есть, она обыгрывается гордени. И мускус сандал в базе. Но здесь доминирует в этом аромате именно белый букет цветов. То есть, ничего там не вылезет такого непонятного. Вот кто любит белые цветы нобеля, вот это их аромат. Исповедь туберозы, ну, другими словами. Фрака надо уметь носить, конечно. Его надо приручать, это находить настроение. Вот, да. То есть, в аромате это королевский аромат. То есть, в аромате женщина-королева. Она очень красива, она просто божественна. Но к нему надо готовиться. Морально. И, ну, расти до него. Да, расти и ощущениями своими. Ну, я не говорю там каким-то... Он очень обязывающий. Ну, я, например, нанесла на себя через 10 минут, отмывалась 3 часа. И кто-то надо сильно-сильно смеялся по поводу моей смелости. К нему, да. Опять-таки, это предпочтение. 48-й год, кстати, аромат был выпущен. Это предпочтение... То есть, для тех, кто ищет белые цветы, вот бывает так, что клиент ищет что-то. Либо туберозу. Вот интересную туберозу. То есть, есть у нас парфуманьяки, которые собирают ароматы, например, с пачули. Они что-то ищут интересное. Вот туберозы. Ну, вот фрака... Что-что? Ну, белые цветы разные. Например, мне не помню. Жасмин. Для нее и так себя фракуируют больше. Хотя, кажется, что они вроде бы как одинаково пахнут. Но почему-то... Но жасмин обычно с иланг и илангом очень хорошо сочетается. Они похожи между собой по звучанию. Просто иланг, 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 он более пряный. А жасмин более медовый. Вот их когда дуэтом ставят, вообще это как бы в скобках мега-женственность. Вот в дуэте, если жасмин с иланг и илангом, мужчины такие женщины не пропускают. То есть, это подсознательно. Два мощнейших афродизиака, и в дуэте они друг друга дополняют. Это очень мощно. В ноте сердца такой аромат всегда будет секси. Это вот это? Не-не, это мы говорим, если жасмин, иланг иланг вообще. Ну, белые цветы. А тубероза как бы хорошая. Ну, то есть, есть поклонники туберозы. Но 20% от туберозы болит голова у людей. Причем она может завуалирована быть, тубероза. Вот. Да, там кстати нету. Там нарциссы и розы. Там никаких. Дальше виза. Ну, виза тут отдельная тема. Аромат был создан в 45 году и реанимирован как бы новой версией его в 2007 год. Классика с восточным характером. Визу обожают. Вот кто визу брал и она подошла, ей не изменяют. Это уже проверенный вариант. Вот. Ее обожают, ее любят. Она действительно хороша. Она очень хороша и летом хороша, и зимой, и осенью. В ней есть какой-то шарм. У нее очень необычная пирамида. То есть, начиная со сочной груши, аромат раскрывается. А в базе подключается ваниль, белая кожа. То есть, очень все ингредиенты переплетены. Очень сложный, очень необычный и притягательный аромат. В то же время, в нем есть дух современности. То есть, его не отнесешь к типично классическим. Он именно носит в себе аккорды современности. Вот. Ну, стойкость визы просто... То есть, если вы будете в этом аромате, вас заметят, и не надо будет там... Как бывает так. А вы можете посмотреть, что на мне? А ты... Ну, уже надо носом туда ткнуться человеку, чтобы что-то... Вот. Виза сама себя выдает. То есть, вы пришли, от вас шлейф, и это... Ну, как бы виза самодостаточна в этом плане. Ну, как и все ароматы пеге. То есть, они не прячутся нигде. То есть, они гордо себя несут и заявляют вместе с его обладателем. Ноты вы видите, да? Груша, иланг-иланг-бергамот, роза, персик. И базовая нота, кожа, белая кожа, сандал и ваниль. Багари. Впервые был создан в 1950 году и обновлен в 2006. Это экзотический эликсир или, другими словами, современный восток. Багари посвящен именно поездке в Индию. Вот. Современный восточный аромат, он действительно очень многогранен. Он раскрывается послойно. И это именно классика, такая благородная, изысканная классика. Аромат запудривается в шлейфе, дает такое обволакивающее звучание. Вот клиент-мужчина оценил очень на своей коже. Вот я об этом аромате говорила. Вот. И он потрясающий. То есть надо, если вы знакомите человека с Багари, обязательно носите на кожу. Через два часа этот человек просто от аромата не сможет оторваться. Потому что чем больше он раскрывается, тем красивее он, красивее, красивее он растворяется и становится с кожей единым целым. Это очень такой важный момент. Один из таких вот манких и привлекательных ароматов. Основные ноты его это бергамот-роза. Ага, у тебя чуть по-другому. Бергамот-роза. Просто за счет чего запудривается? В ноте сердца фиалка, ирис. То есть два пудровых компонента. Плюс жасмин и нероли. Масло апельсинового дерева. Плюс в базе амбра, ветивер, мускус и ваниль. То есть неостойкости. То есть аромат, который носит древесно-восточный такой пудровый характер. Зимой это вообще находка. Очень красиво согревает. Аромат шарф. Ну и благородный изысканный, конечно. Сейчас я вам нанесу, вы посмотрите. У нас сотрудница, она обожает гели душа Багари. Уже, наверное, я не знаю, там пятый берет. Она говорит, просто невозможно. Такое наслаждение, именно банная линия гель-душ Багари. Говорит, невозможно на что поменять. Вот. Лосьоны там потрясающие текстуры. Легкие текстуры, шелковые. Не кремообразные. Вот как будто бы шелк, как гель-шелк. Впитываются и дают стойкое звучание. Летом многие у нас клиенты переходят. Ну, если не могут что-либо носить, аромат любят. Ну, вот духов много им на лето. Берут спокойно лосьон и стойкий. Шикарный аромат. Лосьоны по 300 миллилитров. А там 200. 200, да? Да, там, по-моему, такие же, да? Угу, да. Нас покорили девчонки из Одессы. Мы объявили им акцию. Ну, продай что-то, получи, что хочешь. И они заказали банную линию гелью. Мы с Андреем тогда не поняли, а потом сами попробовали. Это был для нас стимул попробовать. Потому что они такого качества и такие текстуры, которые при коррекции? Текстуры, да. Текстура, эмульсия, гель. Просто растворяется на коже. Не надо ничего там втирать долго. И, конечно, именно пахнет. Бывает так, что лосьон для тела пахнет кремом где-то наполовину. А это именно аромат. Причем в сочетании с кожей великолепное звучание. И как бы на лето даже очень стойкий. Калипсо мой любимчик. Вот в классической коллекции. Десятый год создания. Он позиционируется как цветочная замша. Аромат мега интеллигентный. Посвящен женщинам, которые добиваются поставленных целей. Женщинам, которые знают чего хотят и добиваются этого. Калипсо любят. Калипсо покупают у нас. Кто покупал, его повторяют. Вот, но именно замшевость звучания, вот эта фишка этого аромата. Верхние ноты мандарин и герань. Ярко выраженная болгарская роза. Жасмин и масло и риса. В розовой ноте почули, мускус, амбра и замша. Бархатистый такой, очень красивый аромат. Вот сейчас его самое-самое время. Осень-зима. Уже все, да? Аромата очень много, все равно вам все не покажем. Уже все, да? Уже всё, да. Уже всё. Уже все. Уже все. Своих любимчиков? Ну, смотрите, у меня из любимчиков, но я вам уже сказала, Калипсо. Вот, люблю его и обожаю. Что вы можете еще? Вот, кстати, есть Аламеда. Аламеда, вот просто сейчас на ура, даже не думайте. Во-первых, потрясающий тоже Аламеда, да. Это последняя новинка. Да. Аламеда. Картина, как ее. И сам Аламеда. Аламеда – это ароматы замка, паркового архитектурного замка Альгамбра. Это мавритянский стиль, но на юге Испании они его выстроили в свое время. И там говорят «потрясающие сады». Что мы там? Давайте здесь вот, вы туда, а мы сюда. Еще своих любимчиков, пожалуйста. Ну, вот Аламеду смотрите. А давай. А давай. Аламеда, ну, Буануар Олег Николаевич благоухает весь, без комментариев. Причем Буануар – это… Что это, что Аламеда? Это новый, какой из Буануар? Это не новый, ну как, он не из последних, ему где-то пару лет. Аламеда, здесь лилия получается обрамленная пудровыми нотами, то есть тоже фиалка, но здесь в базовой ноте бобровая струя, животный как бы фиксатор, и он безумно чувственный. То есть Аламеда настолько хороша, лилия не доминирует абсолютно, она запудривается, и вот эта животная нота плюс амбровый аккорд дает такую вот притягательность. То есть в шлейфе он такой пудрово, с легким цветочным таким аккордом. Осень-зима – это будет на ура. То есть люди обращают, причем разных возрастов, и молодые девушки, это не обязательно какой-то… А что у вас рука? Черный лес, вот Олег Николаевич благоухает, он унисекс. Унисекс – это для тех, кто ищет такой калаш из древесины, то есть самые-самые ценные сорта дерева. – Как там он называется? – Буа-нуар. – Буа-нуар, да. – Буа-нуар, а Буа-нуар. – Вот, то есть все, все получаются как бы бальзамические древесные аккорды, они заключены в этом аромате. То есть нет ни овощей, ни фруктов, как говорится, ни цветов. Тут гваяковое дерево, сандал пачули, ладан, это абсолютно ладанника и бальзамины. То есть сочетание смол, древесных смол с древесиной. Да, конечно. Аромат уйдет весь, это 100%, то есть тоже равнодушных к нему нет. Олег Николаевич, вот, он не уехал, нет? Можно его пригласить, потому что он пользуется им. И шлейф, я же говорю, Олег Николаевич, посидите, а шлейф распространяется туда вниз. Уникальные ароматы вообще. Так, держи. И еще любичек, парочек достаточно. Ну, из моих личных любителей, я же не могу навязать свой вкус, потому что здесь очень много ароматов достойных. У нас не вознакомьтесь. Ну, смотрите. Во-первых, ну, уже как бы его не будет, да, Лен? Дуглас Ханан. Аромат невесты. Сбежавший жених, наверное, я не знаю, как это выразить. Ну, дело в том, что он женский, да. Аромат белого платья, аромат невесты. Вот здесь сочетание тоже туберозы с цветами апельсинового дерева. То есть, сочетание невинности, апельсиновые цветы, это всегда невинность, и тубероза, это соблазн. Вот грань такая, очень красивый аромат. Если хотите, потом, ну, как-то... Я еще люблю, очень люблю розу перфекшн, обожаю. Так, где он тут? Вот. Для меня это мегажир. Это роза в сандале с мускусом. Потрясающе. Вообще, он позиционируется, как роза, утренняя роза в каплях росы. Но вот есть у... Как бы присутствие сандалового дерева, вот в таких вариациях, оно всегда облагораживает. Вот, например, у Пенхаллиган есть пион, да, знаменитый аромат пиони. И, как бы, ну, там натуральный пион, действительно, собранный по спецтехнологии. Но пион за... В сочетании с сандалом очень красиво. И вот если бы просто пион, он, может быть, не звучал, но когда подключился к нему сандал, он стал таким благородным, терпковатым. Вот то же самое с этой розой перфекшн. Его можно наносить просто на шарф, даже, на волосы. А в пирамиде сандалами на шарф, а в фрагрантике пока не... Фрагрантика, они так, это, режут вот эти пирамиды, они... Я иногда фрагрантику смотрю, пирамиды там абсолютно. Вы слышали, что там не одна роза? Конечно, нет, нет, нет. Там сандал и мускус, то есть еще преобладает. То есть мускус дает чистое вот это звучание росы, а сандал, он немного округляет розу, чтобы она не была такая... Обвините, а будет самым мускусным. Роза, роза. Вот кому тут розовая, розовая аромата вообще будет классно очень? Потому что он либо открывается совсем теплым, когда, чтобы, не знаю, плоско, либо очень-очень красиво. Да, ну вот... Ну вот роза, вот есть люди, которые будут очень сильно розовые ароматы. Вот это будет очень классно. Ну, я, например, и еще я вам покажу. Ут-де-Лис. Тоже равнодушных к нему нет, у нас тоже с удовольствием берут. Ут-де-коллекция вся очень хорошая. Начиная от классического Ут-де. Это действительно Ут-де-Лис, чем у Пеге. Нет. Вот, но в этом году они выпустили Ут-де-Лис и Ут-де-Вин. И вот именно Ут-де-Вис, этот вкусный, скажем так, вкусный Ут-де-Лис деликатес. Деликатес, да. Равнодушных нет. Причем дамы себя берут, мужчины берут. Сейчас он унисекс. Ни мужской, ни женский. А сейчас вы посмотрите. Очень красивый аромат. Ну, из коллекции один из самых. Вот Аламеда и Ут-де-Лис. Что это самое последнее? Последнее Гордения. Гордения? Гордения, да. Для любителей, как бы. Гордения, кстати, когда пришли 7 дней, мы выбирали, я все поставила, и провожу, чтобы попробовать. Гордения победила, и побеждала целая неделя. Я надеюсь, целая неделя, и все ужасно, что она подписалась. Ну, вот Аламеда. Женес сейчас, ну, как бы он больше летний вариант. Это витаминная тарелка, там малина, черная смородина, персика. Кто любит фрукты, вот такое что-то легкое, и как бы не свойственное для пеге, с удовольствием. Вот у меня тоже недавно купили, Женес. Девочка просто. Я люблю персики, фрукты какие-то. И как бы в нише. Я ей показала Женес. Потрясающий аромат. Человек купил и доволен. Блоссом. Блоссом это цветы апельсинового дерева. То есть он молочный, он такой чистый, молочный. Вообще для меня это аромат в стиле ню. Вот такой вот минимализм, легкий сарафан, отсутствие мейкапа, какие-то натуральные волосы. Этот блоссом, он просто... Вот. Блоссом, да. Очень многим он напоминает аромат липы почему-то. Вот липа или акация. Вот. Но здесь нет ни акации, как бы ни липы. Это от цвета... А? Да, да. Это от цветения апельсинов. А интенс? Ви интенс очень похож на визу, только более такой, он жесткий, да. Но это не виза. Мы спрашивали. Да, но вот от звучания похожи. Да, но мы на этой выставке были с... С главным по производству в Вике, в Париже. И я говорю, вот Вейта, расскажите, он говорит, это виза. Ух ты, здорово. Подходит наш менеджер и он так... Ты что, обалдел какая-то виза, не слушайте его. То есть, они сами ну, то есть, она где-то играет. Ну, что-то надо так назвать? Вэ? Нет. Они как... Они так и не... Держите, это блоссом. Молочные такой, молочные цветы. Да, блоссом. Но у них есть общие грани вот в звучании. То есть, виза такая, она более жесткая. А чай не создал? Чай, дело в том, что вот я говорю насчет чая всем. Опять-таки, не то, что я не люблю этот аромат или какие-то даю ему. Вот. Во-первых, я его вижу как мужской больше, чем как женский. Вот. За счет чего? За счет пчелиного воска. То есть, пчелиный воск, он у меня почему-то ассоциируется с артериалом пенхаллигом. Вот. Там тоже пчелиный воск и... Но там тема была передана именно костюма, сшитого вручную. И вот этот вот мел или вот это мыло, которое там чертили, краили, вот оно передано тоже в этом артериале. И для меня пчелиный воск, я просто слышала этот ингредиент в чистом виде, как он должен звучать. Он, к сожалению, иногда дает ощущение вот этого мыла, замыливается. А с чаем надо аккуратно. То есть, чай мы не продаем на подарок, чай мы не предлагаем так вот. Насколько? Потому что вот этот парагвайский чай, который выходит в первой ноте, плюс цитрус, он дает ложное представление об аромате. А потом пошел пчелиный воск, и все это... И человек разочарован. Хотя он очень стойкий, практически он сидит как прибитый на руке. Вот. Но надо человеку, чтобы не вылезло, посмотреть, пойдет или не пойдет эта мыльная нота. Потому что 100 миллилитров человек просто не придет уже второй раз. Если он обнаружит, и он недоволен. Вот. Поэтому с чаем вот как-то так. Потому что вот остальные ароматы, они какие-то более конкретные. Вот наберем Мадемуазель. У нас сотрудница моя тоже очень любит. То есть это классика, новый подход к классическим ароматам Франции. То есть тоже здесь жасмин, здесь апельсиновые листья, ну вот цветы апельсинового дерева. Вот, доминирующие. Тоже такой красивый, сочный, цветочный аромат. А с чаем, как бы, вот люблю я вот этот Буа Блю. Знаете? Потрясающе для мужчин. Ну и для женщин, в принципе. Которые ищут такие легкие фужеры. Да, вот. Смуси, давай говорите. У них это слово одно. Вот. Очень классный, очень умиротворяющий аромат. То есть он, для меня это такой легкий фужер. Слегка с пряными нотами. Потрясающе. На лето вот мы, ну, предлагали, продавали. Доглас Ханан я сказала, да, этот сказала. Футюр, ну, аромат для меня такая классика. Его позиционируют вообще с ароматом старой библиотеки. Вот атмосфера, то есть книг. Вот ради интереса распылю вам. Аромат очень достойный. Футюр. Но, как сказал один неискушенный внешний клиент, говорит, странное у нас будущее. Это не наше будущее. Нет, он наоборот, ну, как бы не с будущим, а наоборот, он ближе к винтажам, да. Старинными какими-то библиотеками. То есть вот эта атмосфера книг, каких-то кресел кожаных, вот чего-то такого. И вот такие ароматы, причем, Аллан, когда приезжал, он говорит, ну, эти ароматы, в принципе, он как женский идет, вот, но можете мужчинам предлагать, да. Вот. И... Ну, вот с такими ароматами, вот такой аромат классно в маленьких дозах тоже. В маленьких дозах выгуливать, вот в такую, тоже по осеннему лесу прогулку совершает, таких ароматов. Вот он именно создает... Такому, нет, ну, не знаю. Это фактические винтажи. Сколько я винтажей пробовала, они очень похожи. Вот многие ищут такие ароматы, вот. Кстати, ну, вот, ну, ассоциация именно с какими-то, вот я же говорю, книгами, какими-то папками, какими-то, вот, такими древесиной, с каким-то, с чем-то комодом, каким-то стримом. Вот есть такие комодные ароматы. Вот. Красная Москва, да. Винтаж. Знаете, у нас нет этого понятия винтажей, потому что у нас не было бабушек, которые так павли. На самом деле. А у европейцев были эти бабушки. И они... Для них эти ароматы, это ароматы детства. И они имели очень неплохо пользу. Что это бабушка-библиотека? Ну, для меня аромат детства, это пудра. То есть вот, и весь пудра для меня звучит немножко детство, потому что у мамы было на город, который так павли. А для европейцев вот эти ароматы у меня есть. Ну, да. Как из шкатулки из какой-то древней вытащили. Петит фрака. То есть аромат... Петит фрака, это фрака тот же, но для более молодой, да, феи. Вот. В чем его? Просто добавили гурманские ноты. Шоколада немного, то есть смягчили, убрали, ну, вот эту насыщенную туберозу. То есть ноты там повторяются, но благодаря гурманскому аккорду, вот он звучит, аромат очень такой манкий, приятный, соблазнительный. Есть смысл? Будем распылять? Петит фрака вкусный. Петит фрака. Маленькая фрака. И он для нее создал вот этот, ну, заказал этот аромат. И вот те, кто не дорос до фрака классического, могут носить. Вот давайте. Да? Ну, он тоже такой вкусный, он, по крайней мере, ну, как правильно Алена сказала, подготовочка, разминка. Он не такой обязывающий. Нет, он не такой обязывающий, но я вам хочу сказать, что у меня у подруги он, вот. Она, когда его наносит, я не знаю, языки он такой шлейфовый, и он именно вот, ну, как бы тоже цветочные компоненты, но опять-таки гурманская вот эта нотка шоколада, или какао, вот, но он очень мощный. То есть там шлейф километровый от него. Даже иногда, и даже фрака не так пахнет стойко, как вот. Вот там фрака картинка, как бывает, да? Для Адарова придумала. Мадонна, да. Мадонна, да. Я предлагала закончить пикет, потому что, на самом деле, мы настолько бегло бежим, но общее представление мы вам дали. Приходите, попробуйте ароматы, почитайте, выбирайте, потому что ароматы, это целые миры. Да, ароматы. Можно говорить часами, поэтому это быстро. Мы хотели бы вам еще в двух словах буквально рассказать о Миколефе, но мы ароматы вам не покажем, но вы так знаете, они выпустили новые визуалы, на каждый аромат. Сейчас я их найду, не смотрите, мы сегодня прыгаем. Коллекция Руш, кстати, обратите внимание, тоже, она представлена. Будем говорить. Смотрите, они сделали, выпустили новые визуалы к 20-летию, к 25-летию бренда. По мне, они много сделали, то есть, очень красиво, они есть в больших разрешениях, в какой-то тренд-магазине, или куда-то, обращайтесь, мы вам вышли. Они, ну, они потрясающие, они молодцы. Я просто хотела вам, то есть, это бестселлеры, то есть, вот они пошли по бестселлерам, каждому бестселлеру что-то нарисовали. Black Ananda, прекрасно. А сайта, это новый аромат, он вышел недавно, у нас уже закончился, ждем приход. Тоже бестселлер, кто не пробовал, еще, пожалуйста, попробуйте. Это второй аромат, странникам, первый аромат был Акова, это странник-африканец, из Африки. Второй аромат, это восток-японские самураи, то есть, у них пошла, еще будет по-нутри аромата, то есть, анонсировали пять ароматов, вот с бехией. Это что, это японский, да? Это японский самураи. Ну, это посвящено азиатским, мужчинам Азии. То есть, были мужчины Африки, все мужчины Азии, у нас сайта, новый поэкстрим, мы продали все полностью, ничего не осталось. Ну, о нем что? Это тоже, они где-то пересекаются с роял мускай, кто знает, вот по прозрачности, но там больше доминирует все-таки, ну, в верхних нотах роза, и немного фруктов, а так вот именно цветочно-мускусный, очень красивый аромат, и вот именно направление роял муски. Можно разбавить тоже. А? Ну, как бы ледяной королевы. Ледяной, но это не значит, что она холодная. Она просто прозрачная, она чистейшая, она просто чистейшая. Хрустальный больше. Боже мой, вижелл к коллекции Mon Parfum, в них три аромата, вижелл к Джевелл Кухим, Роял Винтаж просто меня покорил, это вижелл, то есть, по-моему, прекрасный. А ВОЧ, ну, правда же, они покорили, то есть, это Эмир, это Гаяк, это Гаяк. О, Гаяк шикарный. Я вообще влюблена. Это Афова, это первый роман «Странник», который они создали, но они создали же еще и видеоролик, там он поворачивается, этот человек. Мне, например, помните, была реклама «Вид», вот когда на телевидении поворачивала роман, она меня в детстве пугала до безумия. И тут я открываю здесь этот «Странник», черный, меня тоже напугал. Это новый «Роз Уд», я не помню, взяла ли этот аромат, или нет, потому что... Есть. Есть. Давайте мы его покажем вам. Потому что аромат не заслуженно на обходе в стороной, но он прекрасен. Я хотела бы его накрутить вам. Как она звали? Роял, была коллекция Удов, вот. Так «Роза с Удом», как говорит Джеффри Нежман, будет эротический фантазию женщин. Поэтому это ароматы для постели, не знают, что было. Ну, я имею в виду, что женщина абсолютно в другой себя роли видит и, естественно, подает. А мужчина уже видит то, что как хочет женщина себя подать. Поэтому, как бы, роза и Уд, вот у Терензи был «Голд Рос Уд», и, ну, там более мощный «Восток». А вот настолько потрясающий у Мартины Рос Уд, он просто действительно аромат шелковых простыней, извините за тот самый, за сравнение, но в таком аромате надо не сидеть на работе, а надо вечерами соблазнять. Ну и вообще сочетание Уда и Розы один из самых привлекающих к себе внимания. Свечи есть, вот у них есть свечи тоже, вот Уд, Роза, у Миколев. Да, да. И вот... Начинаем. А просто, если мы начали, мы быстро закончили, но не в поясни. Нет, не в поясни. Боже упаси. Другая обстановка, я же говорю, абсолютно. И на работу, на Неспай, и на работу. И у нас всегда на встречах просто. Там просто не было. и у нас есть еще коллекция, мы хотели вам показать Art Collection Rouge. Это коллекция двух ароматов, которые незаслуженно забыты. Ароматы, вот те, кто их пробует, забирают на полке, продают с удовольствием. Мы о них никогда не рассказывали, но сегодня сделаем. Их два, первый и второй. Один украшен более серебристым, другой более золотом. в стиле Мартины. Еще, что интересно в Art Collection, нам.